В отставку или за границу? Команда Порошенко готовит экс-президента к побегу. Бывший президент Украины Петр Порошенко, в отношении которого возбуждено несколько уголовных дел, собирается покинуть территорию страны в ближайшее время из-за активных действий со стороны Госбюро расследований прокуратуры. Однако, как сообщает источник, было принято решение дождаться конкретных действий, чтобы оценить риски. В частности, на выбор сценария повлияет то, по какому делу Порошенко получит свое первое подозрение. Побег может быть представлен как выезд на лечение или выезд по причине политических преследований. Приоритетного варианта сейчас нет. Экс-президент Украины сообщили, что статьи, по которым его обвиняют, не предусматривают залога или домашнего ареста, только арест. Кроме того, появилась информация о том, что из спортивно-развлекательного клуба «Пятый элемент», а также офиса в центре украинской столицы в срочном порядке было вывезено имущество бывшего президента. Госбюро расследований расследует по меньшей мере 16 уголовных производств, фигурантом которых является Порошенко. Пока что ему не предъявлено даже подозрения. Ни по одному из них он периодически ходит в бюро на допросы, хотя периодически их игнорируют, несмотря на угрозу силового привода. В свою очередь, украинские эксперты сомневаются в том, что Петра Порошенко могут осудить и посадить. Так, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью со СМИ заявил о том, что какие-то серьезные действия в отношении экс-президента Порошенко возможно только после парламентских выборов. При этом эксперт надеется, что возбужденные против бывшего президента Украины уголовные дела будут иметь целью восстановления законности, а не просто очередной передел финансовых потоков. В то же время сам Порошенко выезжать из страны не хочет, боясь потерять как бизнес, так и политические активы в Украине, рассматривая вариант выезда лишь как крайнюю меру. По случаю годовщины со дня рождения поэта Тараса Шевченко, Петро Порошенко предстал перед подписчиками в соцсетях футболки с ксенофобской цитатой и шевченковской поэмы «Катерина» о недопустимости любовных отношений с москалями. В то же время следует напомнить, что стих начинается фразой «Мне однако вот же буду я жить в Украине, чини». Не исключено, что тем самым экс-президент намекает на свое ближайшее будущее в связи с увольнением генерального прокурора Руслана Рябошапки.